Теперь я хочу рассказать о другом покушательстве, о других посягательствах. К большому сожалению, мы за посягательство на чужое, будь его имущество, будь его жизнь, будь его здоровье, мы рассматриваем, если только мы делаем это руками физически, но мы забываем, что мы можем покуситься на более святое для человека, на более ценное для человека. Покуситься на его честь, вот языком нашим, который очень легко и быстро двигается. В Аллахе нет разницы между покусительством, между ценностью. Порою честь человека ценнее его имущество, ценнее его жизни порой. И покушательство на его имя, на его честь, это тягчайший грех. Почему посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассалям, сказал «Аль-гибату ашадду миназзина» Гиба, многие без перевода знают, что такое гибат. Гибат – это когда ты распространяешь в обществе, проводишь время с людьми, раскрывая недостатки того, кого нет рядом. В Аллахе – это такая сладость сейчас, без которого кофе не проходит через горло, и чай не могут выпить, пока не сделают гибат, пока не расскажут, пока не будут поливать грязью. Кого-нибудь из знакомых, это гиба. Пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, сказал «Аль-гибату ашадду миназзина». Вы знаете, почему сказал посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассалям? Он сам же объяснил. Потому что, говорит посланник Аллаху алейхи вассалям, тот, кто совершил зина, может раскаяться, и Аллах его простит. А тот, кто совершил гибат, говорит посланник Аллаху алейхи вассалям, Аллах его не простит, пока тот, за которого ты совершил гибат, тебя не простит. Вы представляете, какая тяжесть в этом есть? Проводить годы своей жизни в гибате, в злословии, и не иметь возможности от этого очиститься. Как можно будет очиститься, это нужно помнить, о всех, за которыми ты совершил гибат, подходить к нему. Аллах, брат, я о тебе нелестно высказался, прости меня. Вот только таким образом можно очиститься от этого греха. И поэтому посланник Аллаху алейхи вассалям сказал «Аль-гибату ашадду миназзина». И сегодня, дорогие братья, наше общество очень сильно страдает от этих грехов. От грехов, от преступлений нашего языка. Вот все, о чем мы говорили, Аллах говорит «Инна Аллаха ла юхиббульму'тадин, воистину Всевышнего Аллах ненавидит покушающихся». Покушательство. Это значит, это преступление. Но, к сожалению, когда мы начнем рассматривать грехи, тяжкие грехи языка, как грехи, на этом бы это останавливалось бы. Как же страдает тот человек, который совершает греба? Он банкрот. Он в таком убытке, в таком ущербе, что он теряет самое ценное. Во-первых, он теряет свое лицо в обществе. Да, к нему прислушиваются, но его не видят. Его ненавидит тот, которому он доносит, и ненавидит его тот, которому он приносит известие. Всем он ненавистен. Это раз. Во-вторых, он теряет награду за свои благие деяния, с которыми он мог бы уйти в тот мир и найти спасение, и найти награду от Всевышнего Аллаха в вечном мире. Одному из праведных сказали, одному из прежних, его заподозрил кто-то, некий в гиббате, и к нему подошел, он говорит, «Ты сделал за меня гиббат», говорит он. А тот ему говорит, «А кто ты такой, чтобы я за тебя сделал гиббат? Если бы я делал гиббат, я бы сделал это за моих родителей, чтобы моим родителям были переписаны мои благие деяния. Понимаете, тот, за чьей спиной вы совершаете гиббат, вы просто так дарите этому человеку ваши благие деяния, которые даже были совершены ради Всевышнего Аллаха искренне». Поэтому, дорогие братья, можно совершать это преступление языка, они редко наказываются мирскими судами, мирскими органами. Это все остается, это распространяется в обществе. Сегодня нет взрывов, мы не страдаем, аль-хамдул-Ллях, от взрывов, мы не страдаем. Мы страдаем сегодня от стрел, которые выпускаются из уст, которые ранят сердца, которые разрушают семьи, раскалывают братьев, травят братьев друг против друга. Это одно. Для того, чтобы избежать гнев Всевышнего Аллаха, недостаточно не совершать гибба, недостаточно не сплетничать, еще необходимо не слушать его. Если ты слушаешь, присутствуешь, ты ничем не отличаешься от тех, кто совершает этот гиббат. Поэтому что нам нужно делать? Нужно пресекать, нужно пресекать и защищать тех, честь которых затрагивается. Если ты хочешь, чтобы твою честь защитили, твое имя защитили, ты защити имя своего брата. Выскажись за него хорошо и пресеки, останови этот разговор. Если не можешь остановить, покинь это место в Аллахе, это место гнева Всевышнего Аллаха, место, в котором нет, это место злосчастно. Это место злосчастно. Теперь, дорогие братья, представьте себе такую картину. Вот вы представьте себе такую картину. Перед вами находится тело покойного мусульманина. И отрезают ножом кусочки с этого тела и кладут вам в рот. И вы жуете это. Очень мерзкая картина. Аллах Сущенна в Коране говорит, Аллах Аззава Джалля говорит, это не я прошу вас представить такую картину. Это Всевышний Аллах говорит, представьте такую картину. Пусть никто из вас не злословит друг за друга, говорит Аллах. Хотели бы вы, говорит Аллах, поедать мясо мертвого своего брата? Каждый раз, когда вы захотите совершить гриба, вспомните эту картину, вспомните кусок плоти, мяса того раба, которую вы кусочками отрезаете, рубите и кладете себе в рот и жуете. Для этого Всевышний Аллах нам так и сказал. Разве пожелали бы вы съедать мясо своего брата, мертвого своего брата? Чтобы мы так и представляли. И каким образом вы посмотрите на глубину сравнения божественного, для того, чтобы вызвать наше омерзение перед этим грехом, Всевышний Аллах, кто мог бы, разве можно было бы привести более подходящее сравнение? Рядом с посланником Аллаха, одна из его жен, она высказалась о другой супруге. Женская левность, это ее природа. При посланнике Аллаха, его жена, сказала, ва иннаха, указала пальцем, она же вот такая сказала она, ничего плохого слова не сказала, пальцем рукой указала, она же, мол, каратышка. Посланнику Аллаху это не понравилось. Он сказал, посланник Аллаха сказал, ты высказала слово, говорит, которое смутит все воды этого дуния, если воду бросить это слово. Разве мы сегодня воспринимаем так рыбать? Разве мы так боимся сплетень? Это те грехи, с которыми нам нужно бороться, защищаться. Иначе, не дай Аллах настигнет нас, окажемся мы в реанимации, не сможем мы попросить прощения у тех, кому мы сделали больно своими языками, кого мы унизили, за кем мы сделали рыбать. Несчастнее будет ли человек? Я знаю случаи, когда, находясь на койках в реанимации, люди просили прощения, созванивались. Ну, аль-хамду лиллах, кое-как успели. Поэтому, дорогие братья, почаще просите друг у друга прощения. И не допускайте обиды друг к другу. Сейчас времена не такие, в которых мы можем себе позволить обидеть другого человека. Не дай Аллах с этой обидой, эту обиду унести вместе с собой, или вместе с этой короной на тот свет. Всеучни Аллах скажут, нет. Что может быть хуже? Поэтому, посланник Аллаху, саламу, и сказал, «Аль-гибату ашадду мин аззина». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!